Всем привет! Смотрите как восстановить утерянные, отсутствующие или исчезнувшие из папки файлы. И как восстановить файлы, которые удалил Windows Defender. Очень часто бывает, что важные документы, фотографии или другие файлы вдруг исчезают. Или вы попросту не помните в какой из папок они хранятся. Это может стать целой проблемой, особенно если это важный документ или файл, который срочно нужен именно в данный момент. Использование множества разделов для хранения различных файлов это полезная функция, но в свою очередь может стать проблемой при поиске нужных данных, так как можно попросту забыть в каком из каталогов он хранится. Далее в видео мы рассмотрим несколько способов как найти пропавший файл, как восстановить случайно удаленные файлы, как найти нужные данные в одной из множества папок и как вернуть файлы, которые были удалены защитником Windows. Итак, первое что рекомендуется сделать, чтобы найти нужный файл воспользоваться функцией поиска. Чтобы найти нужный файл кликните по значку поиска на панели задач или же откройте проводник и введите имя файла в этой строке. Для того чтобы выполнить поиск на всем компьютере, а не на отдельном диске слева выделите мой компьютер. Как только вы начнете писать имя файла в строке поиска система автоматически начнет предлагать похожие элементы. Кликните по нужному файлу или продолжите вводить имя. В результате вы увидите найденные данные с их местоположением. Если же вы не помните нужного имени, можно выполнить поиск по типу файла. Для этого в строке поиска видите звездочку, а затем укажите тип файла .png, jpeg, doc и т.д. Иногда файл который нужно найти попросту может быть скрытым. Это может произойти случайно при просмотре свойств файла или из-за вируса. Для того чтобы увидеть скрытые файлы нужно включить их отображение. Для этого в проводнике нажмите просмотреть. Затем показать скрытые файлы. Здесь должна ставить отметка для их отображения. Также не лишним будет проверить корзину, потому что если файл был случайно удален он может лежать в корзине. Откройте ее. Значок корзины находится на рабочем столе ПК. И посмотрите нет ли здесь нужного файла. Окно корзины имеет такой же вид как и проводник, поэтому если здесь много файлов, чтобы долго не искать его вручную воспользуйтесь поиском. Введите имя или тип. После восстановите нужный файл, правой кнопкой мыши по файлу «Восстановить», в результате он появится в папке из которой был удален. Если вы забыли где именно, также выполните поиск в проводнике. Еще один из методов поиска – проверить последние открытые файлы. Для этого откройте проводник, по умолчанию он откроется на панели быстрого доступа, где будет отображен список всех последних файлов. Для того чтобы открыть, кликните по нужному двойным щелчком мыши. Также возле каждого из файлов отображается его местоположение. И еще помимо списка недавних файлов, Windows ведет более обширный журнал недавно используемых элементов. Чтобы открыть их список в проводнике перейдите по такому пути. Введя данное местоположение, откроется папка «Недавние документы». Как и в любой другой папке, файлы сортируются по имени. Для изменения сортировки кликните по пустому месту правой кнопкой мыши «Сортировка» здесь вы сможете отсортировать их по дате изменения, чтобы последние отображались вверху списка или же воспользуйтесь поиском. Также файлы могут пропасть после сбоя системы, приложения или после неудачного их обновления. В таком случае они могут попасть в одну из двух папок временных файлов «Temp». Чтобы проверить не попал ли туда нужный файл, откройте окно «Выполнить», комбинация клавиш «Windows Plus R» и введите следующее расположение. Найдите и верните нужные файлы. И для доступа ко второй папке в окне «Выполнить» введите следующее место расположения. Также ищем нужный файл и копируем его в нужное место. Если вы храните резервные копии важных файлов в облаке, вы сможете найти и вернуть их из облака. Для этого в строке поиска найдите нужный файл и загрузите его на ПК. Еще одно из мест поиска нужных файлов – электронная почта. Если вы отправляли или получали по почте файл, который был утерян, поищите его в своем почтовом ящике. К примеру, в почтовом ящике Gmail, в строке поиска кликните по значку «Параметров». Здесь нужно установить отметку с вложениями файлов. Также можно указать размер и диапазон времени – это позволит сузить поиск. Иногда стандартные методы поиска и восстановления файлов могут не помочь. В таком случае воспользуйтесь программой для восстановления данных. Hetman Partition Recovery поможет вернуть файлы в результате случайного удаления, очистки или форматирования диска. Поможет вернуть исчезнувшие или утерянные файлы. Программа поддерживает все популярные файловые системы и типы накопителей. С ее помощью вы сможете быстро просканировать нужный диск и вернуть утерянные файлы. Загрузите, установите и запустите программу. Она автоматически просканирует систему и отобразит все подключенные диски. Далее нужно выделить накатпитель, на котором хранились нужные файлы и запустить анализ. Кликните по диску правой кнопкой мыши «Открыть». Затем выберите тип анализа «Быстрое сканирование» или «Полный анализ». Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы. Откройте папку, где хранились утерянные файлы. Ранее удаленные файлы имеют соответствующую отметку. Выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда их сохранить, гист и папку, а затем нажмите еще раз «Восстановить». По завершению выбранные файлы будут лежать по указанному ранее пути. Если вы не знаете, в какой из папок хранился нужный вам файл, в программе реализирована функция поиска. Видите здесь часть или полное имя файла. Или выполните поиск по типу файла. Как в проводнике введите звездочку, а затем тип. В дополнительных параметрах можно выполнить поиск по размеру и по дате файла. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Далее выберите полный анализ. Укажите файловую систему «Далее». Данный процесс займет некоторое время, в зависимости от объема накопителя. По завершении откройте папку, где хранились нужные файлы или воспользуйтесь поиском. Далее выделите и восстановите нужные. Еще одним из решений восстановления может быть встроенная утилита история файлов. Программа поможет вернуть вам исчезнувшие файлы. Для начала проверьте активно ли данная функция, если она не включена, вернуть таким образом файлы не получится. Чтобы проверить включена ли данная опция, откройте панель управления «История файлов» или найдите ее через поиск на панели задач. Если данная опция активна, здесь будет отображаться диск, на котором хранится резервная копия. Нажмите здесь «Восстановление личных файлов», в результате откроется окно, где вы сможете выбрать дату резервного копирования. Затем откройте папку, где хранился ранее удаленный файл. Выделите его и нажмите по зеленой кнопке «Восстановление». В результате файл появится в папке, из которой был удален. Также с помощью данного инструмента вы сможете вернуть предыдущую версию файла после внесенных изменений. Для этого в папке кликните по файлу правой кнопкой мыши «Показать дополнительные параметры», «Восстановить прежнюю версию». Выберите нужную версию файла и нажмите одну из кнопок «Восстановить», «Файл будет перезаписан выбранной версией» или «Открыть», «Файл предыдущей версии просто откроется». Еще одной из причин исчезновения файла может быть его удаление защитником Windows. Windows Defender – это встроенный антивирус операционной системы. Программа защищает от вирусов и вредоносных программ, но иногда может удалить безвредные файлы, идентифицировав их как угрозу, к примеру установочный или другие файлы приложения. В результате приложение перестает работать. Для восстановления этих файлов откройте «Параметры» «Конфиденциальность и защита» «Безопасность Windows» «Открыть службу «Безопасность Windows»» здесь откройте журнал защиты. В списке обнаруженных угроз найдите файл, который был удален или помещен в карантин. Кликните по записи об удаленном файле, чтобы раскрыть подробности. Затем нажмите кнопку «Действие» «Восстановить», чтобы вернуть файл в его первоначальном местоположении. Для данного действия потребуется права администратора. Если вы уверены, что файл безопасен и не хотите, чтобы защитник Windows удалял его в будущем, добавьте его в список исключений. В центре безопасности защитника Windows выберите «Защита от вирусов и угроз». Здесь откройте «Управление настройками», прокрутите вниз до раздела «Исключения» и нажмите «Добавление или удаление исключений». Нажмите «Добавить исключения» и выберите файл или папку, которую вы хотите исключить из проверки. Также все удаленные защитником Windows файлы можно восстановить с помощью программы для восстановления данных. Hetman Partition Recovery с легкостью поможет восстановить вам такие файлы. Достаточно просканировать диск, где они хранились, и восстановить их. Итак, мы рассмотрели различные способы поиска и восстановления потерянных, отсутствующих или исчезнувших файлов в операционной системе Windows, а также методы их восстановления. Кроме того рассмотрели, как восстановить файлы, удаленные защитником Windows. На первый взгляд найти и вернуть файлы может показаться не простой задачей, но с помощью представленных методов вы с легкостью сможете вернуть утерянные файлы. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok